Стрелковое оружие Грузии и Китая Всем привет! Ранее мы рассмотрели стрелковое оружие Грузии и Китая, ссылки в описании. А в этом ролике представлен обзор на стрелковое оружие Югославии. И хотя с 2003 года такого балканского государства на карте мира уже нет, стрелковое оружие Югославии по сегодняшний день используется в военных конфликтах по всему миру. Спонсором этого видео является компания HADA, производитель оружейных смазок, чистящих из специальных средств для улучшения точности стрельбы и восстановления нарезов ствола, а также автомобильных и других масел. Кроме того, что по цене-качеству это отличный вариант для приобретения, по промокоду PATRIOT вы получаете хорошую скидку 12% на всю продукцию. Ссылка в описании к видео. Итак, начнем с пистолетов. В 1957 году на основе советского пистолета ТТ оружейной компании застава ARMS разработан пистолет застава М57. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом. Конструкция ТТ в М57 была скопирована практически без изменений, изменению подверглась только конструкция ударника, добавлен левосторонний предохранитель, а также увеличена емкость магазина до 9 патронов. Прицельная дальность стрельбы 50 метров. Еще одной копией ТТ является застава М70А под патрон 9х19 мм, отличавшийся конструкцией дульного тормоза и рукояткой. В 1970 году для вооружения сотрудников полиции и армейских офицеров разработан компактный пистолет застава М70. Принцип работы – свободный затвор, калибры 7,65 и 9 мм, патроны 7,65х17 и 9х17 мм. По прочности и надежности пистолет М70 существенно уступает пистолетам ПМ советского производства из-за более низкого качества металла. Емкость магазина – 7 или 8 патронов, прицельная дальность – 25 метров. В 1987 году на основе ТТ югославских модификаций М57 и М70А разработан пистолет заставы М88. Принцип работы – отдача при коротком ходе ствола. Калибры 9 и 10 мм, патроны 9х19 парабеллум и 40 смитэвэссан. Емкость магазина – 8 патронов, прицельная дальность стрельбы – 50 метров. Далее перейдем к пистолетам-пулеметам. После Второй мировой войны на вооружении Югославии были приняты пистолеты-пулеметы Томпсон М19-28, Беретта МАП-38, МП-40 и ППШ-41. В 1949 году на вооружение Югославской народной армии принят пистолет-пулемет заставы М49. Внешне М49 напоминает советский ППШ, однако принципы его работы и конструкции отличаются от советского пистолета-пулемета. Используется принцип свободного затвора, характерный для итальянской Беретты МАП-38. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х25 ТТ. Емкость коробчатого магазина – 35 патронов, а барабанного – 71 патрон. Скорострельность 750 выстрелов в минуту. В 1956 году разработан пистолет-пулемет заставы М56. Фактически он является упрощенным аналогом немецкого МП-40, адаптированного под советский патрон 7,62х25 ТТ. Принцип работы – свободный затвор. Отличительными особенностями этого оружия являлось размещение возвратной пружины в ствольной коробке без кожуха и наличие на стволе разъема для крепления штык-ножа. Скорострельность 600 выстрелов в минуту. В начале 80-х годов 20 века разработан пистолет-пулемет заставы М84 Скорпион. Является лицензионной копией чехословацкого пистолета-пулемета ВЗ-61 Скорпион. Калибр 7,65 мм, патрон 7,65х17 мм. Принцип работы – свободный затвор. Емкость магазина – 10 или 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы – 75 метров. Далее перейдем к болтовым винтовкам. С 1924 года в Югославии производилась немецкая винтовка Маузер М24. Принцип работы – продольно скользящий затвор. В 1947 году, а затем и в 1952-м, эта винтовка была модифицирована. Конструкция была дополнена бельгийскими деталями. Емкость обоймы – 5 патронов. Прицельная дальность – 800 метров. Также армии Югославии использовалась немецкая винтовка Маузер М98К. В 1948 году на вооружении Югославской народной армии принята винтовка застава М48. Являлась усовершенствованной версией немецких винтовок Маузер 98К и М19-24. По форме застава М48 напоминают Маузер 98К, но с меньшей длиной. В то же время винтовка М48 имеет изогнутый затвор, в отличие от Маузера М19-24, у которого затвор прямой. Ограниченная партия 4000 единиц была выпущена со снайперским прицелом. Далее рассмотрим самозарядные винтовки и автоматы. В 1959 году на вооружение принято застава М59-66. Является лицензионной копией советского самозарядного карабина Симонова СКС. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, запирание прикосом затвора. Емкость неотъемного магазина, снаряжаемого обоймой – 10 патронов. В отличие от стандартного карабина Симонова, ствол у винтовки был удлинен и снабжен 22-мм ствольным гранатометом М60. В 60-е годы 20 века начали производиться югославские и сербские клоны автомата Калашникова. Так, в начале 60-х годов в Югославии был налажен выпуск нелицензионной копии автомата Калашникова, заставы М64 и его последующие модификации М64А и М70. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор, емкость магазина – 30 патронов, прицельная дальность стрельбы – 800 метров. М64 были созданы посредством обратной разработки, методом заливки специальным составом деталей, закупленных за рубежом образцов АК. Это оружие отличалось прицельными приспособлениями, пистолетной рукояткой, получившей ортопедическую форму и выемки под пальцы, прикладом, увеличена ширина, изменён угол наклона, цевьём, три прорези вместо двух. Также у М70 есть традиционный прицел для гранатомётной стрельбы. Всего произведено 4 миллиона автоматов заставы М70 и его модификаций. В 1977 году разработана штурмовая винтовка заставы М77В1. Является модифицированной копией советского АКМ под патрон 7,62х51 НАТО с увеличенным приемником и щелевым пламя-гасителем. Емкость магазина – 20 патронов. В начале 80-х годов был разработан экспортный вариант М70 под патрон 5,56х45 мм НАТО заставы М80. А уже в середине 80-х годов на основе югославского автомата семейства заставы М80 и советского АКМ-74У был создан укороченный автомат заставы М85 с коротким стволом и складным вниз прикладом. Принцип работы от подпороховых газов – поворотный затвор. Калибр 5,56 мм, патрон 5,56х45 НАТО. Емкость магазина – 30 патронов. Прицельная дальность – 400 метров. В 1990 году, используя новые технологии производства и материалы для изготовления, были разработаны экспортная модификация автомата заставы М80, получившая обозначение М90. Калибр 5,56 мм, патрон 5,56х45 НАТО. Отличается от серии М80 более лучшим изготовлением, что повысило надежность оружия и новым пламегасителем, а в остальном конструкция аналогична предыдущей модели. На основе автомата Калашникова в 1992 году разработан автомат застава М92. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Скорострельность – 620 выстрелов в минуту. Длина 540 мм со сложенным прикладом. Прицельная дальность – 200 метров. Далее перейдем к снайперским винтовкам. После Второй мировой Югославской Народной Армии в качестве снайперской использовалась советская винтовка Мосина под патрон 7,62х54. В конце 60-х годов XX века разработана снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором заставы М69, калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. Ну а в 1976 году разработана самозарядная снайперская винтовка застава М76. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57 мм. Емкость магазина – 10 патронов. Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров. Далее рассмотрим пулеметы. В 1953 году на базе немецкого МГ-42 разработана его лицензионная копия застава М53. Принцип работы – отдача ствола с роликовым замедлением. Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57 мм. Вид боепитания – ленты на 50 или 250 патронов. Прицельная дальность стрельбы – до 2000 метров. В 1972 году разработан ручной пулемет застава М-72. И хотя он внешне напоминает советский РПК, базой для его создания являлся югославский автомат М-70. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х39 мм. Емкость магазинов – 30, 40 и 75 патронов. Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров. В 1984 году создана копия советского пулемета ПКМ застава М-84. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Вид боепитания – ленты на 100 или 250 патронов, либо короб на 50 патронов. Скорострельность – до 800 выстрелов в минуту. Прицельная дальность – 1000 метров. Из крупнокалиберных пулемета в армии Югославии использовался застава М-02 «Койот». Разработанный в начале 90-х годов 20 века, он представлял собой лицензионную копию советского пулемета НСВ «Утес». Принцип работы – отвод пороховых газов, клиновый затвор. Калибр 12,7 мм, патрон 12,7х108 мм. В качестве боепитания использовались пулеметные ленты на 60 патронов. Скорострельность – до 800 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы – 2000 метров. Также после Второй мировой войны на вооружение был принят крупнокалиберный пулемет США «Браунинг М-2» под патрон 50 BMG. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео на канале про стрелковое оружие России и США. Всем пока!